Сейчас сижу, вот пришла, наконец-то, видео поднялось. Габи здесь домик, она рядом со мной сидит в домике. Я смотрю видео свое, что как оно поднялось. Ой, боже мой. Габи кушает вот эти вкусняшки с костком. Вот этот вот семечки вот эти вот спрессованные, как они, сисом. Сет. Вкусно? Габи кушает морковочку. Вот такой у нее снаб. Лидошка на руку. Так, не пугайтесь. Не пугайтесь меня. Я пришла, потому что вот у меня была сверху одета, это как она называется, капюшон. Эти вам честно скажу, сегодня я себя чувствую не ахти. Вот. Но будет хорошо. Смешно по поводу стоить. Вот такие вот дела. Утром была такая слабая. Тихо уже, Инна, тихо будь. Я ее выключила. Выключила эту Инну, которая болтает без остановки. Сегодня у меня по плану хор. Перед хором по плану все-таки я доеду на третий день в магазин. И по дороге я хочу ответить на вопрос. Мне задали вопрос по поводу общения в Канаде. Я на него отвечу. Поэтому сегодня у меня немножко сонное состояние. Да что это такое? Эти потлюки все торчат. Эту штору надо будет скоро в салоне менять. Короче, скоро грядет много перемен. Я уже не могу дождаться ихнего прихода. Этих перемен. Можно хоть что-то начать делать. Ну, я чувствую, что с мертвой точки много чего сдвинулось. Но все равно еще начало не видно пока. А вот. Сейчас какой план у меня? Много планов нет. Сегодня бы до города ехать и до магазина. А детей сейчас нужно будет покормить. И они будут заморачиваться. Я сейчас варю макарончики им. Я давно им не варила. Просто макарончики с сыром. Я не буду делать. У меня есть готовый макенчиз. Но я им сделаю со своим сыром. Простые макароны вареные. Немножко молочка туда. Маслечко. И сыром. Вот. Вот это им сделаю. Потом супец еще есть. Как я и говорила, чуть-чуть осталось. Я сейчас на обед съела две тарелочки. Ну, я маленьких таких кушаю, как в пиалочках таких. Вот. Костя еще есть. А потом на вечер у меня же вот эти вот вчерашние драмстикс, которые я разморозила эти голени. Я их хочу в духовке с картошкой заделать и все. На сегодня это будет все. Кто это пришел здесь? Ооо. Ай, мам, нинджа! Уш-ш-ш. Я сделала это в специальном видео. Это достаточно хорошо. Это в своем парке. Я просто положила это в руки, чтобы было как ж Я купил шпакл, чтобы я мог бы защитить себя. И я мог бы его отбирать и быть нинжи. И мы сошли, и я поставил в мою пену. Да, короче, это... Этого Идо придумал новую игру. Он сам смастерил себе меч. Продемонстрировал нам Идо. Это меч. Что-то коротенький немножко. Да, да, отойди. Полезло. Ты куда? Хлеб? Слышите, как она говорит? Хлеб. По-грузински хлеб. Это нож, который я купил в магазине. Да, иду. А второй и щилд, этот защитный, этот, как он называется. Вот ты его поставил здесь. Ну, этот щилд, это как защитный такой, этот, то, что есть меч. Щит. Щит и меч, да, вот щит. Это щит. Покажи свой большой щит. У тебя что, щит? Я просто поставил тейп на него. Да, мы поняли твой секрет. Так что, Идошечка, твой щилд маленький и твой этот маленький. Ну, в общем, ты крутой, пацан. Габи, что? Что? Что происходит? Что происходит? Что, ты хочешь хлеб? Ну, пошли, да. Идоша, ты голодный уже? Да. Сейчас будем скоро макарончики, мама сделает. Мама наберется сил. Ой, она эти булочки донимает сегодня целый день. Это были булочки на следующей неделе, но так как на следующей неделе у нас каникулы, на тебе половину. Я не буду ничем мазать, Габи, иди. Кого ты хочешь? Вренье? Это на варенье, она говорит врене. 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 Ой, ты боже мой. Еще на пару минут всех разогнала. Тью кофе с молоком. И заедаю тем, что и Лагаби. Мы все разделили один на двоих. Почему зеленит? Вот они упакованы в таких маленьких сизом снапс. В таких пакетиках. Вот я их беру в кошка. Я последний раз, когда брала, им говорила, я их сняла, но почему-то оно как-то не записалось. Я брала их в упаковку жвачек. Они там рядом в одном отделе находятся. И я снимала как-то, видимо, может, не дожала эту кнопку записи. Не знаю. Вот, хотела спросить. Напишите мне, пожалуйста, кто из вас в каких магазинах и какие сладости обычно берет к чаю. вот на домашней основе. Ну, не сладости, а такие вот какие-то что-то такое приятненькое, пожевать к чаю, кофе. Или у вас вообще дома не принято такие пожевалочки. Напишите мне, пожалуйста. Я, мясорочек. Макарончики. Приятного аппетита моим деткам. Так, первый план выполнен. После еды пойдем играть на пианино. Так, ты рисуешь баса? Ну, разукрашивай, разукрашивай. Пинг, ну давай. Что у нас здесь? Миндоши. Почему ты два раза не ударяешь по седьмой ноте, по первой? Да. Да. И с нее же чем закончил, тем же начать. Нет. С чего ты начал, тем же и закончим. Нет. Нет, и еще раз здесь нажать. Этим закончил, этим же нажать. Тута, смотри, сынок, ну. Уже вечер. Время 7 часов 10 минут. Я выезжаю из дому в сторону магазина No Frill. Мне нужно кое-что докупить. Костя был у нас сегодня в Волмарте, там взял то, что нужно было. А я еще еду по дороге на Хор докупить. Там немного нужно. Буквально яблочки, буквально хлеб. Буквально что-то вот в таком плане. Вот. После магазина я планирую там задержаться не дольше, чем на полчаса. И вы знаете, я обычно действительно-таки могу провести там не больше, чем полчаса. Когда нечего делать, конечно, там можно провести больше часа. После этого я буду держать свою дорогу на мой замечательный Хор. И по дороге на Хор я вам отвечу на вопрос, о котором говорила сегодня ранее. На вопрос подписчицы. Вообще я люблю ваши вопросы. Ну, конечно, которые по делу, а не какие-то, знаете, есть вопросы, которые вообще непонятные, какие-то непонятные вопросы вообще. Иногда я думаю, что как можно было такой вопрос спросить? Ну, что-то, например, очень личное могут спросить. Ну, какие-то, я не знаю, такие вещи. Все, что касается, например, там, жизни в Канаде, какого-то моего вот опыта, каких-то ситуаций жизненных, я с удовольствием вам отвечу на них. Вот. Поэтому задавайте, не стесняйтесь. Конечно, на что я не отвечу, на то я не отвечу, но в основном я стараюсь отвечать на интересные вопросы. Вот. Поэтому это вот такой вот план сегодняшнего дня. Чего я сюда поехала? Кто мне скажет? Чего я поехала именно сюда? Ну, ладно, пойду через другую улицу. Чего-то заговорилась и поехала в другую улицу. Чего-то мне душа потянула именно сюда сегодня. Тюб. Никогда я сюда не ездила через эту дорогу. Ну, значит, так нужно было. Просто так ничего не происходит. Вот. Я вам честно скажу, чувствую я себя, конечно, паршивенько. Как бы ничего страшного. Просто, как сказать, у женщин бывают, да? Раз в месяц такие настроения. Вот у меня как раз именно такое настроение, такой вот период настроения настал того, которого самого, который наступает раз в месяц. И поэтому, знаете, общее состояние такое не очень. Но надо, надо развеиваться. Сейчас к вечеру все равно стало полегче. Вот. Поэтому я сейчас понемножечку так полегенько так схожу в магазинчик и полегенько пойду на хор, попою. На самом деле, я вам скажу так, на следующей неделе я сразу себе запланировала, что я не иду на хор, потому что, во-первых, каникулы. Во-вторых, концерты будут позади. И все-таки в субботу еще концерт. Я хочу как бы только из-за концерта пойти потренироваться, попеть. Это раз. А во-вторых, я хочу купить, и, возможно, это в первых, наверное, будет идущий книгу мне нужно купить. Я пока что решила на этот первый класс покупать книги, как бы это сказать, в разброс. Потому что, если я буду покупать у самой консерватории, они продают это как бы пэком. Пять книг. А мне, наверное, скорее всего, эти пять книг не понадобятся на первый класс. Мне понадобится максимум три книги. И их можно купить в школе, поэтому я, наверное, пока что куплю в разброс, для того, чтобы вообще врубиться в тему этого всего дела. Поэтому я хочу купить сегодня книгу. Я должна была на самом деле купить еще на прошлой неделе, но что-то мы сказали с Костей, что мы проверим и посмотрим в интернете, сколько это стоит и как это возможно, и может быть какой-то секонд-хенд. Потом я поняла, что для этой книги не может быть просто секонд-хенд, потому что это учебник, в котором люди пишут, делают пометки и так далее. Вот. А, и помимо этого, сейчас это новое, как-то новый выпуск пошел, да, как бы новое издание. У них с августа 2016 года полностью новое издание. Все, что продается как бы секонд-хенд со вторых рук, там тот же Кизижи и все остальные сайты, которые там, в общем-то, могут соответствовать вторым рукам, они продают еще книги как бы предыдущего издания. Они уже как бы не актуальны, мы все-таки хотим. То есть оно, в принципе, да, одно и то же, но хочется идти в ногу все-таки более современно, потому что мы же должны соответствовать консерватории, поэтому нужно то, что консерватория говорит, выполнять. Вот, поэтому в этом плане мы как-то немножко, ну, просто проверили информацию, как бы книги всегда будут в музыкальной школе, всегда будут в интернете, их всегда можно купить там недели раньше, недели позже. Это как бы не меняет абсолютно картины. Вот, поэтому я хочу сегодня взять эту книгу по теории и, конечно, поднять себе настроение, распиться, ну, и потренироваться. Так, взяла авокадочку. Возьмем сейчас помидорки-огурки с 99 центов. Конечно, небольшие, но уже хотя бы цена начинает походить на нормальную цену. Возьмем 5 штучек и возьмем помидорков. Немножко. Так, сегодня здесь Red Delish с 2,97. Я возьму 4 паунда за 3 доллара, грубо говоря. Это меньше, чем доллар за паунт. Можно взять 2 упаковочки яблок. Так, мне нужен гарлик, чеснок. Это, естественно, китайский. По 69 центов за такие 3 головочки. Возьмем его. Так что мне еще нужны яблоки. Я взяла еще думала капусту взять для супчика и хлеб. Ладно, пойдем в ту сторону. А вот этот хлеб сейчас по скидке по 1,99. 700 грамм. Я его возьму. Один такой. А один вот этот, по идее. А не, не тот. А где он? А, этот тоже, по-моему, 1,99. Да, Starbred Rise Soft. 708, 708. Да, это вроде он. А ну я посмотрю. Да, 1,99. Это он. Так где моя коляска? Вот она затерялась между отделами. Так, в общем-то, это из основного, что мне нужно было. Помидоры, огурцы, хлеб, яблоки, чеснок, авокадо. Капусточку взяли. Так, вот я взяла коконатмилк. И яйца по скидке сегодня по 2,88. По-моему, 88. 2,88 и 18 штук. А молоко кокосовое давно хотела взять. Я тушу в нем обычно мясо. Так, вот я еще взяла для суш. Подумала про курицу. Наверное, я ее выложу. Не буду ее брать. Выложу. Помните, я говорила, прибра вот, которая у меня язык воспалялся. Вот она, вот это. Чили, гарлик, соус от него. Что я еще давно не брала, это кускус. Возьмем кускус. Он мелкий, этот мелкий. Возьмем покрупнее, который. Вот этот чуть покрупнее будет, да. Возьму 1,97. Возьмем. Так, возьмем лавазу 2,50. Я всегда беру по скидке. Возьмем 2. Вот я беру. Я очень люблю эту лавазу. А 5 долларов стоит, наверное, всегда по скидке. Беру 2, 3 пачки по-разному. Сейчас возьму только 2. Так, что же, здесь мало очень видно. Здесь 4 пакета. Из ноуфрила. Вот 1,2,3,4. И 2 пакета с яблочками. Тотал на 37 долларов. Поехали на хор. Так, все время без 20, без 28. В принципе, до хора 20 минут еще есть. и мы потихонечку начнем двигаться. Я вот хочу только посмотреть счет. Да, 37,48. Обошелся нам поход на докупки в ноуфриле. Я очень быстренько, так сказать, справилась за полчаса, как и планировала. Вот. А сейчас мы будем пытаться. Мы, я. мы в лице меня. Будем пытаться, будем опять, буду пытаться ответить на вопрос. Постараюсь сделать это максимально лаконично за те 20 минут, которые у меня есть. Вопрос. Хотелось бы узнать, было ли вам тяжело привыкать к канадским людям и их менталитету. Насколько легко идет общение, дружба и так далее. Понятно, что с возрастом тяжело найти действительно хороших друзей, но все равно в течение жизни мы встречаем новых людей, и, возможно, продолжаем дальнейшее общение. Конец вопроса. Ну что ж, состоит вопрос из нескольких частей. Попытаемся разобрать, так сказать. Поехали. Значит, что касается сначала. Начнем сначала. Как долго я привыкала и вообще был ли процесс привыкания. Значит, привыкать мне было поначалу вообще сложно, потому что, ну знаете, как бы, я всегда в таких ситуациях, я своей маме до сих пор говорю, у меня такие в жизни бывают ситуации, да, что вот я чувствую себя, как ты говоришь, таким десантником, парашютистом, да, которого высадили, который спустился на парашюте в тылу врага. Я это часто очень употребляю для того, чтобы можно было понять ощущения как бы в ситуации. И это касается очень многих разных ситуаций. Давайте я, может быть, как бы более лаконично будет, если я вам скажу так, есть такая поговорка, говорят, что израильтяне, которые приезжают в Канаду, они немножко ошпаренные, почему? Потому что они всегда спешат, привыкли к большому, к быстрому ритму жизни. Все быстро, быстро, больше успеть быть первым. Вперед, вперед, и вот-вот-вот все быстрее, 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 быстрее. А канадцы, как говорят, отморожены. То есть канад, израильтяне ошпаренные, а канадцы отморожены. Вот это действительно такое есть. Почему? Потому что они очень спокойные, они все везде успеют. И не смотря на то, что здесь ритм жизни тоже есть, и люди тоже здесь работают, и тоже есть определенные обязательства и и и так дальше и выплаты то что называется по ипотеке да ну если так спускаться до таких вещей то есть все это есть но как бы это сказать нету какого-то там знаете стремление там бежать наперекор судьбе и против разбивать стену головой и так дальше да вот таких каких-то вещей нету ну отключайся и все как бы жизнь очень размеренная такая и на вы знаете особенно первых три месяца это просто вообще это был какой-то ужас для меня мы приехали мы быстрее я ребенка быстрее сдала в сад быстрее все быстрее быстрее вот так вот как это это надо работу быстрее быстрее в садик ребенка быстрее быстрее потому что не дай бог он лишний день побудет с родителями понимаете он же должен быть в общении в социуме как он привык бедный мой ребенок которого надо было бы оставить дома и не совать в этот садик его но хорошо слава богу что и так произошло и что я с ним посидела в принципе какое-то несколько месяцев до тех пор пока он уже не начал свой английский садик вытащила его из того русского частного в которой его вначале отдала то есть как бы быстрее мы на эти курсы побежали французский оформляться мы прибегаем туда значит в этот центр буквально там на четвертый день после каприлета там первые дни там побежали сделали все эти оси иные документы какие-то медицинское все вот это вот это быстренько нужно было везде отметиться оформиться запустить так сказать процесс и вот прибежали значит по этому языку прибежали записываться быстрее быстрее не горят ребяточки а у нас курс начался три дня назад мы грим ничего нормально но за три дня сколько они уже там успели выучить мы догоним мы все сделаем не горят но подождите подождите того чтобы вы могли догнать сначала нужно пройти экзамен на уровень и экзамен на уровень мы должны подать заявочку сажда только вызвать на интервью и тогда вам назначат по вашему уровню но интервью как бы на интервью определяет ваш уровень и поэтому уровню на поэтому и трубой и найдем вашу уровень и вам назначат в какую группу вомыть и мы вам пришлем приглашение на курс в среднем отберет от 4 до 6 месяцев этот процесс получился писала мы такие что И ребята, с которыми мы общались Вот первые наши знакомые Которые впоследствии стали нашими друзьями Мы говорим Что нам теперь делать? Я приезжала, Оксана, что нам теперь делать? Она говорит, ну я не знаю Они на тот момент уже были месяцев 9 В Канаде Она говорит, ну я не знаю, ну может быть Ну запишитесь в библиотеку В бассейн, я на нее смотрю Ну вот так Или я полная дура И я чего-то не понимаю Либо она полностью Как бы не догоняет ситуацию Мы с Костей Это было первое, помню, страшнейшее Разочарование наше Я просто была в шоке Я говорю, и что же нам теперь полгода сидеть и ждать Пока нам соизволят там что-то куда-то Нас как-то и что И что прикажете делать То есть как бы я вот с таким В замешательстве была в полном Потом следующее, мы звоним Значит нужно было позвонить, назначить встречу По поводу переделки Права сделать, вождение Вот это все сдать Все вот это катавасия Мы туда звонить Встреча, блин, через два месяца Что? Через два месяца встреча Только лишь с вот этим вот офицером Ну не офицером, да, будем говорить так Служащим, который Определяет там, что у вас как по документам И может вас куда-то там назначить Что-то там И вы можете там пойти и начать процесс Как бы там сдать тест И драйв тест, да Боже мой И тут мы начали понимать Что здесь везде Все так работает То есть куда бы мы ни приткнулись Везде это все как бы Ребята, как бы не спешите И сначала мы над этим смеялись И мы уже как бы превратили эту в шутку И мы поняли, да Как бы сами на себе убедились Что это не просто поговорка А действительно Они отмороженные А мы ошпаренные И когда мы поняли, что это так Мы более спокойно стали воспринимать эту ситуацию И мы уже начали как бы относиться с таким Что везде долго нужно ждать И это естественно и нормально То есть когда мне говорят Что вдруг тут как бы какая-то встреча Или что-то можно сделать Буквально там в течение недели Я говорю, вау, ребята, вы просто крутые То есть какие-то такие вещи Вот это то, что было самое яркое И то, что мне было очень тяжело Это принять Потому что я человек действия Я привыкла здесь, сейчас И это не только я Многие ребята Кто приехал из Израиля И вот это, пожалуй, та черта Которую я переняла Я уже очень расслабилась в этом плане Поэтому мне тяжело вот сейчас Когда мне скажут Инна, нужно перейти там На какой-то новый сумасшедший ритм А мне будет очень тяжело Мне очень тяжело будет То есть я и так живу В достаточно таком насыщенном ритме Но этот ритм как бы я сама себе создала То есть какая-то рутина Которую я создала Чтобы у меня был порядок каких-то действий Чтобы как бы я не бездействовала Но когда тебе нужно Помимо действий, которые ты хочешь делать Делать действия, которые ты обязан делать Я не знаю, смогу ли я опять вернуться Вот в такую же рутину Это очень сложно А мы в такой жили И я вот в этом плане расслабилась И это, в принципе, в этом плане, да Менталитет Дальше как бы очень яркое было То, что приятное Что всегда улыбки на лицах Всегда улыбаются Всегда даже первое время Мы жили в небольшом городке И я когда гуляла с малышом Днем со мной здоровались чужие люди Я иду просто по улице Ну, как бы улыбаешься Я всегда была улыбчивым человеком Сама по себе И я всегда улыбалась Если мне улыбались и улыбалась Даже если мне не улыбались В ответ Я уже приехала как раз Вот, у меня есть еще как раз 10 минут Договорим с вами И Ну, может быть, будет меня видно Как-нибудь Вот так А неплохо вроде можно Можно меня видеть О, я как раз под фонарем Надо будет только так сидеть Потому что так мне не очень хорошо будет видно Вот И мы идем по улице С и дочкой И идут собачники Там с собачками гуляют Good morning Hello Я была в шоке Что люди, которые меня не знают Со мной здороваются Вот для меня реально это был шок Мне было, конечно, безусловно Это очень приятно Когда человек идет Тебе улыбается Который тебя не знает Говорит тебе Hello, good morning Ну, как бы, давайте скажем так В Торонто вас с вами Никто не будет здороваться Но в более маленьком городке Ну, что значит маленький городок Не село, да В селе, понятно Там все друг друга знают Просто маленький городок Человек, который, может, видела Первый и последний раз в своей жизни Это нормальная практика Как бы поздороваться Так что Кто звонит Кто звонит И вот это было приятно Это то, что было заметно И вообще, в принципе, сегодня Когда я живу Если мы говорим именно про канадцев Или людей, которые здесь уже живут Очень-очень много лет Они очень спокойные Они очень приятные Они очень улыбчивые Конечно, может быть, не всегда Это как бы естественно Но это как бы воспитанность Так проявляется То есть в этом плане Они воспитаны Они никогда не скажут вам лишнего Никогда не сделают замечания Терпеливо там будут сидеть, ждать, например Даже если им что-то не нравится То есть Вот это то, что я могу охарактеризовать Вот это то, что было для меня по-другому И нужно было бы к этому привыкать Почему? Потому что я к этому стремилась Я этого хотела Но как бы я уже жила Немножечко в другой атмосфере И мне это немножко было Поначалу диковато Но я очень быстро в это стянулась К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь Как бы с таковыми канадцами Я, конечно, не общаюсь Ну, то есть я не работаю Если я общаюсь с местными канадцами Которые вот уроженцы Канады Прямо вот Это буквально вот соседи Какие-то там люди В каких-нибудь организациях То есть здесь и там Общение проходит очень приятно Они очень абсолютно не свысока Относятся к человеку Очень даже приятно И приветливо Вот я бы сказала приветливо Очень добродушно Что касается вот в этом плане Квебека В Монреале Мне это очень понравилось Очень недоброжелательно Относились вот в этих В разных организациях Я не хочу всех под одну гребенку Потому что были люди Которые нормальные Как бы вменяемые И в большинстве, наверное Они вменяемые все Но очень было много мне Попадалось Служащих Которые были Не очень приятные люди И свысока Чувствовалось Что свысока Относятся к тебе И это неприятно Да Какая-то такая Дискриминация Мол Типа Чем я хуже тебя Я тоже человек С образованием Я сделала очень много Для того Чтобы приехать в эту страну Ну и возможно Намного больше могу И умею И знаю Чем ты Кто меня здесь принимает Почему такое отношение Я как человек Который в сфере Ну не в сфере обслуживания Но в сфере Определенных услуг Для людей Я работала Больше 10 лет И как работать с людьми Поверьте Я знаю Я работала с разными людьми И для меня это было Очень неприятно Вот Но в общем В общем было хорошо Что касается наших Соотечественников Будем говорить так Людей которые здесь Очень много лет То есть 30 лет Это там Больше 20 Они тоже немножко другие И Даже те люди Которых например Был человек Которого я знала Когда была маленькая Еще Ну скажем там 9-10 класс И Она уехала И мы приехали И мы встретились здесь Это абсолютно другой человек Это просто чужой Человек Абсолютно Другое уже Мировоззрение Другое мышление И мне оно Непонятное Потому что Оно Слишком Какое-то Другое Ну вообще Другое Но я не могу сказать Что это все такие люди Которые Наши бывшие Соотечественники Что касается Новых связей Вы знаете Так получилось Что в основном Конечно же Я общаюсь здесь С русскими Израильтянами Мы очень близки По духу Мы очень близки По менталитету Мы очень близки Ну даже По каким-то Языковым Критериям То есть Все равно Я не могу Иврит Убрать Из своего языка Хотя я на нем И не разговариваю Мы всегда говорим На русском Но он сидит Во мне Столько лет Прожила И мы общались Только на иврите И он все равно Проскакивает У меня даже иногда В разговоре Я стараюсь фильтровать Я имею ввиду На камере Вот Но с Костей У меня проходит И поэтому Когда ты в кругу Друзей То ты себя хочешь Чувствовать комфортно А не постоянно Заниматься переводом Или напряжением Того что ты Фильтруешь свой базар Поэтому в этом плане Мне очень комфортно С этими ребятами И действительно Так получается Что наше окружение Именно Русские израильтяне И вы знаете Мне вполне достаточно Потому что Круг общения Достаточно широкий Есть несколько компаний Как сказать По интересам Поэтому в этом плане Я полностью комфортно Се ощущаю Что я могу сказать То есть В этом плане Я Как бы знаете Вот это ощущение Как я сказала Того что я приземлилась На парашюте В тылу врага Но иногда Меня Преследует Если я нахожусь В каких-то абсолютно Новых для меня ситуациях И я просто реально В них никогда раньше не была Я не всегда знаю Как себя вести надо И вот это вот Не то чтобы Неуверенность А вот это незнание Чувствуешься Абсолютно Дискомфортно Я уверена Вы понимаете О чем я говорю Потому что Каждый из вас Неважно где вы живете И какой ваш опыт И бэкграунд Вы все равно были В таких ситуациях В своей жизни Например Одна из таких ситуаций Последняя Которую я назову И мне нужно идти Это ситуация Когда я Была в Монреале Это связано С французским языком И я пошла В одну из лучших больниц Монреаля В которой Одно из лучших Отделений По Как это сказать По зрению Не окулисты А кто они Акушеры Хотела сказать Короче Глазники По глазам Так что Там действительно Хорошие окулисты С очень хорошим Опытом И они там В общем Тоже при каком-то Университете В общем я туда пошла Но там Вся французская больница И все работники Французы Они даже Многие Не понимали Что я им Говорю на английском Потому что Ну как бы Я пыталась понять И мы пытались Друг друга Как-то на пальцах То есть Конечно В большинстве Там меня понимали Но в общем Нет Я сидела там Семь часов Ждала врача Чтобы меня там Несколько этапов Надо было пройти То, другое Третье, десятое И говорила С миллионом Работ Этих сотрудников Пока меня Сам врач Смотрел Который смотрел У меня ровно Две минуты Я семь часов Находилась в этой больнице Где все было На французском И я реально Чувствовала себя В тылу врага Я не понимала ничего Что происходит вокруг Я чувствовала Что я одна И одинока Это ужасное ощущение Когда ты не понимаешь Что происходит вокруг тебя Поэтому Это при том Что мы Да я напоминаю Что я учила Французский какой-то Да То есть Ну я вообще Как бы Ноль Не бум-бум Вот Поэтому Это состояние Такого Есть всегда Когда ты в новой стране В новой ситуации Но по большому счету Я думаю Что сегодня Все меньше и меньше Я нахожусь В таких ситуациях Поэтому Я надеюсь Что я более-менее Как бы Ответила на вопрос И по поводу дружбы И по поводу связи Да Мы не можем найти Таких же друзей Как у нас были С которыми мы уже прошли много Но я верю в то Что мы живем Мы развиваемся И как я Своей подруге написала В поздравительном поздравлении В письме И написала Что Когда у нас есть друзья В 20 лет И мы делим с ними Да Там Кровь, хлеб И чуть ли не трусы И мы вместе Кажется Проживаем жизнь Часто с этими людьми Мы даже не хотим Здороваться Когда нам 30 Такое бывает Не всегда Есть люди Которые могут Пронести свою дружбу Через всю жизнь Но очень часто бывает так Что с тем С кем ты делил Как говорится Пот и кровь В 20 лет В 30 лет Даже не захочешь С ними общаться И приходит новый этап И даже не обязательно Вы меняете страну Приходят новые друзья Новый круг И вы общаетесь С этими людьми И вы в 30 лет Можете встретить Хорошего друга И у меня так произошло Я встретила здесь Хорошего друга Она правда Уехала в Америку Сейчас Но у меня Очень хорошее окружение Вокруг меня Но я не могу сказать Пока что Насколько преданные Друзья Но вокруг меня Есть друзья И люди Которых я приобрела Буквально недавно Ну как приобретение Как в виде друзей Поэтому я верю В то что возможно И не нужно бояться Многие боятся Делать шаг Говорят Вот у меня здесь друзья Как я их оставлю Приеду в чужую страну Да Этот дискомфорт будет И он будет первое время Возможно первых несколько лет Но потом все как бы Все встанет на круги своя И вы найдете своих людей Если конечно Вы будете к этому стремиться Ребята Я думаю Что это был Более-менее лаконичный Исчерпывающий ответ Мне нужно бежать Я побежала петь Потом с вами еще включусь Вот В общем было очень хорошо Мы пропели Мы будем петь три песни На этот концерт Можно одеваться Просто в разные Как бы цвета Но нету никакого Такого конкретного В адрес кода То есть Ну естественно Прилично нужно быть одетым Я наконец-то Впервые в жизни Одену свое оранжевое платье Которое я купила в Израиле По скидке И ни разу не одела Оно у меня висит Уже в Канаде пять лет На вешалке С этикеткой И оно у меня висело В Израиле Года два Наверное С этикеткой Вот наконец-то Я его одену Хоть куда-нибудь Хоть на концерт Потому что оно такое Достаточно своеобразное Вот Так что Идушка будет выступать Наконец-то У меня есть телефон Стефани моей В общем я довольна Очень классно Я обожаю ходить на хор Мы распеваемся Мы общаемся Мы Мы поем И Ты главное Что ты понимаешь Что ты поешь И у тебя это еще и получается Знаете Это не то что ты поешь И думаешь Господи Ну почему же они так Все хорошо поют А я мычу А вот именно я чувствую Что как бы Все в тему Как говорится В общем все Я направляюсь домой Сейчас Нужно будет Что-то построить Вроде там у меня Не очень хорошо Приготовилась Картошка В духовке Ну как бы Она не доготовилась Ее надо сейчас Доделать Как-то Я не знаю Если честно В общем Посмотрим Что там с картофелем И буду укладываться Потому что Ну как бы Такой день у меня Сегодня Завтра пятница Что у меня в пятницу Так давайте подумаем Какое у меня Так завтра у меня Корни Главное Что была хорошая погода Говорят Что на выходных Будет ужасно холодно Завтра у меня ничего нет У меня завтра Только корни Так все Я купила книжку Для еды Это один уровень Хорошо Для чего я шла Я купила Опять пообщались Очень хорошо С моей мимозой С директором школы Очень хорошо По душам поговорили С хорошим настроем Чувство того Что ты общаешься С правильными людьми С правильными Не в плане того Выгоды А в плане Ихнего мышления Ихнего образа жизни Делает тебе Хорошо На душе Вот Так что Это было хорошо Вот Ребяточки Значит завтра У меня пока что Только корни Нужно будет Что-нибудь готовить Из того Что я купила А я сильно много Ничего не купила Но купила Что-то Что-то нужно будет Подумать Про меню Про меню На завтра Потому что Ничего Такого Нет В гости Никто не зовет На этот счет Как бы Да Такая шутка Что в гости Никто не зовет Придется готовить Кушать Вот Хорошего дня Спокойной ночи И Хорошего Викенда Вот Что я хочу Сказать Хорошего Викенда Хороших Выходных Хорошего Время Препровождения Со своей Семьей Пока Пока Bye